МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Угроза террора. Березняковская прокуратура призывает горожан быть осторожными. Зубы на полку каждому четвертому жителю Прикамье не хватает денег регулярно покупать мясо и фрукты. Афганцам посвящается. В Березняках впервые прошли соревнования по грэпплингу. Сегодня удивительный день. Мало того, что первый день весны, так еще и масса праздников. 1 марта – день эксперта-криминалиста МВД России, а также Всемирный день гражданской обороны. Кого еще можно поздравить, расскажу в конце выпуска, а пока мы готовы рассказать о самом важном и интересном. Это новости на ТНТ в студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Сегодня в районе остановки магазин «Северный горожане» нашли странный чемодан. На место немедленно прибыли все службы города. Как выяснилось, находка угрозы не представляла. Но после шокирующих известий о московском ЧП, поневоле станешь бдительным. Напомню, в столице няня зверски расправилась с 4-летней девочкой. А потом, облачившись в хиджаб рядом с одной станцией метро, обещала взорвать себя, держа в руках голову убитого ребенка. 38-летняя женщина, одетая в хиджаб, угрожала взорвать себя и утверждала, что она террористка. Прохожие снимали ее на мобильный телефон и издалека, не понимая, что предмет в ее руке – голова ребенка. Женщину подозревают в связи с террористическими организациями. Однако об этом вопиющем случае многие федеральные телеканалы предпочли умолчать. Между тем, Березняковская прокуратура предупреждает, угрозы экстремизма и терроризма есть и в нашем городе. В том числе, к нам могут прибыть и вербовщики террористических группировок. В первую очередь, надо обращать именно на тех граждан, которые вновь прибыли, допустим, на территорию города Березняки, поселились рядом с обычными жильцами и совершают какие-то непонятные обычному гражданину действия. Например, это какие-то периодические сборы. Небольшой группы лиц, как правило, это, конечно, только мужчины, то есть там не присутствуют ни женщины, ни детей. Это, конечно, уже вызывает само по себе подозрение. Следует сообщать в полицию о подозрительных сумках и пакетах, оставленных в подъездах, домах, торговых центрах и на остановках. Внимание должны привлечь и бесхозные брошенные автомобили. Ваша бдительность может спасти сотни жизней. Напоминаем, о подозрительных личностях и странных предметах сразу же сообщайте по телефону 02 или 112. Тем временем полицейские просят березняковцев помочь в поиске следующих лиц, подозреваемых в совершенных преступлениях. За повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения разыскивается Юрий Константинович Ворожцов, 1990 года рождения. На вид 20-25 лет, рост 172 сантиметра среднего телосложения, волосы короткие, нос крупный. За злостное уклонение от уплаты алиментов разыскивается Александр Васильевич Кашеваров, 1961 года рождения. На вид 45-50 лет, худощавого телосложения. В связи с этим сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемых, позвонить по телефону 02 или 2671-26. К другим темам. Война против друга. В Березняковском приюте для бездомных животных разгорается новый скандал. Директор приюта утверждает, что на нее объявлена травля со стороны бывшего руководства благотворительного фонда. Самое неприятное то, что страдают в первую очередь беззащитные собаки. Екатерина Федорова сегодня выслушала мнение всех сторон конфликта. Леди в лапу. Оп. Послушная леди. Милые, послушные, доверчивые и ласковые. И таких в приюте для бездомных четвероногих больше сотни. Все они надеются на чудо, что когда-нибудь в людях проснется любовь, и они бретут настоящую семью. За все время съемок в приюте наша съемочная группа не встретила ни одну собаку, которая была бы не рада гостям. К примеру, этот малыш Кокер Спониэль настоящий путешественник. Совсем недавно добрые люди взяли его в семью и тут же вернули обратно. Проблема в том, что он не уживается с детьми. С рождения над ним сильно издевалась ребятня. Мой маленький мальчик, мой маленький мальчик. Зачем ты всех кусаешь? Однолюб, однолюб, говорит, надо одинокому человеку. Все бы хорошо, только частица бы мешает. Благотворительный фонд «Друг» нуждается в срочной помощи. Собак кормить практически нечем. Волонтеры не помогают. Березняковцы стали совсем равнодушными. Директор приюта Нина Ломаева утверждает, в интернет-сообществе «Друга» развязалась настоящая война, где бывшие волонтеры, которые ухаживали за собаками несколько лет назад при прежнем руководстве, поливают грязью нынешний приют для четвероногих. Эта информационная война, вот эта грязня в интернете, грязь вся эта, повлияла только на собак. Люди стали негативно как-то относиться к приюту, реже ездят. Ну, практически мало кто помогает чем. Ругаются люди, а страдают животные, все как обычно. Бывшее руководство приюта для собак недовольно действиями нынешнего руководства. По словам Ольги Жигульской, при которой несколько лет назад создавался безвозмездный кровь для собак, раньше все было совсем по-другому. И отлов собак и стерилизация. Сейчас проблема в том, что фонд помощи животным, животным помогать не желает. То есть он содержит определенное количество животных, которые были ранее отловлены или размещены в приют. Все, больше их ничего не касается. Они принимают собак только на усыпление. От стерилизации они отказались. Сейчас Ольгу и ее волонтеров в приют не пускают. Якобы пришли покормить только избранных собак. А другим что, лапу сосать? Именно на этой почве и разыгрался собачий конфликт. Казалось бы, решение проблемы вот оно, на ладошке. Мирно договориться. Но у каждой стороны здесь свои принципы. И никто отступать не желает. Но это еще не все. Отлов собак в нашем городе край взял под свою ответственность. Под свои финансы. Поэтому на кону еще и краевые деньги. Екатерина Федорова, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. Между тем, губернатор края Виктор Басаргин встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Российской Федерации. Совещание состоялось накануне в Москве. В ходе встречи с губернатором Дмитрий Медведев сказал, что высоко оценил импортозамещающие программы, реализуемые в Прикамье. Также в ходе встречи стороны обсудили разработку проекта в сфере туристического развития региона «Пермь-Великое». Кроме того, Виктор Басаргин провел встречу с министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым. Они обсуждали вопросы строительства нового терминала аэропорта Большой Савина, возведения моста через Чусовую, реконструкции трассы Пермь-Екатеринбург и разведия аэропорта Березняков. А сегодня в региональном отделении партии «Единая Россия» сообщили, что пермские единороссы просят губернатора возглавить партсписок на предстоящих выборах. Окончательного согласия на это Виктор Басаргин пока не дал, передает коммерсант Прикамье. При этом источники издания уверены, что глава региона уже принял решение возглавить партийный список единороссов на выборах. А жители края тем временем выбирают, что им кушать. Каждому четвертому не хватает средств регулярно покупать мясо и фрукты. К такому выводу пришли социологи из Перемстата. Полтора процента опрошенных считают, что им в принципе недостаточно еды для нормальной жизни. Четверть жителей Пермского края не могут позволить себе кушать мясо, птицу, рыбу и фрукты даже через день. К таким выводам пришел Перемстат, проводя выборочное наблюдение рациона питания прикамцев. 60% людей считают, что им достаточно той еды, которую они употребляют. Еще 35% опрошенных считают, что еды достаточно, но не всегда той, которую они хотят. 3,5% жителей края заявили о том, что иногда еды недостаточно, а полтора процента опрошенных еды недостаточно всегда. Кроме того, каждый день пирожными и конфетами лакомится почти 32% респондентов. А сухие продукты быстрого приготовления употребляют в пищу 5%. В то же время совсем их не едят 72% опрошенных. Интересная информация для тех, кто собирается брать кредит. Теперь банки будут принимать решение о кредите, основываясь на фотографиях в соцсетях, на потенциальной странице заемщика. Чтобы оценивать интернет-профили россиян, Национальное бюро кредитных историй запустило сервис Social Attributes. Он находит аккаунты потенциальных заемщиков в социальных сетях и анализирует их поведение. Поводом для отказа в кредите могут стать фотографии алкогольных застолий, либо сообщества в профиле, которые занимаются сетевым маркетингом, или публикуют антиколлекторскую информацию. Также сомнительным считается и участие в группах, которые выдают быстрые кредиты. Фотографии из отпусков или снимки за рулем авто, наоборот, сыграют хорошую службу. По словам финансистов, такие фото дают понять, что человек надежен. Так что страничка в соцсети теперь иногда важнее, чем документы. В Березняках по-особенному отметили день вывода советских войск из Афганистана. Впервые в городе прошли соревнования по грэплингу. Это вид спортивного единоборства, совмещающий в себе приемы всех борцовских дисциплин. Сергей Каленик продолжит. Прощайте, горы, вам видней, с кем были мы в краю далеком. 1989 год, 15 февраля. Последние советские войска покидают Афганистан. Так заканчивается десятилетняя война, в которой мы потеряли более 15 тысяч своих граждан. День вывода войск из Афганистана – это день памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах. На мероприятии организаторы придали соревнованиям особенный дух, рассказав, как тяжело было на войне и о том, что допускать кровопролитие нельзя. И только после этого перешли к поединкам. Алексей Демин – один из самых сильных участников на соревнованиях. Его вес – 84 килограмма. Борец встречается в полуфинальном бою с соперником на 7 килограммов тяжелее. Но хорошая тактика помогла Алексею победить. Было тяжело, потому что соперники были крупнее меня и больше. Но как-то пытаюсь выигрывать. Федерация спортивной борьбы Пермского края выступила организатором достаточно нового вида спорта в России, показав, что край идет в ногу со временем. Динамично очень развивается во всем мире данный вид спорта и решили мне отставать. Очень универсальный вид борьбы. Еще его по-другому называют тактическая борьба. То есть тут нужно не только силой, грамотно, нужно думать, грамотно занять позицию, заработать правильные очки и обыграть соперники. Не только выиграть силой, но и обдумать его. На первые и пока единственные соревнования по грэплингу приехали больше сотни борцов со всего края. Похвально, что березняковские спортсмены, разгромив всех соперников с большим преимуществом, заняли первое общекомандное место. Сергей Каленик, Александр Зибзеев. Новости на ТНТ. На дворе весна, время обновлений. Каждая представительница прекрасного пола мечтает обновить гардероб. Правда, ассортимент магазинов нам нравится не всегда. Поэтому есть вариант пошить себе обновку. Где в нашем городе помогут одеться с иголочки. Расскажем прямо сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы за платьишко? Да. Проходите. Татьяна Буркова молодая мама и бизнесвумен, которой некогда ходить по магазинам. Но при этом всегда нужно выглядеть неотразимо. Поэтому девушка предпочитает шить себе одежду в ателье, где, как не здесь, помогут создать офисный оригинальный наряд. К сожалению, в магазине мне не все модели подходят и приходится очень много тратить времени на поиски. А в ателье мне сошьют индивидуально, по моему заказу, все, как я хочу, из тех тканей, которые мне нравятся. В ателье помогут выглядеть стильно в любой обстановке – и в офисе, и на празднике. Ольга – яркая офисная леди. Юбка огненно-красного цвета. Подкупает простотой фасона и подчеркивает все достоинства фигуры. Именно в ателье вам сошьют наряд, который идеально будет на вас сидеть. Качественное швейное оборудование – это залог безупречных швов. Именно поэтому специалисты ателье с уверенностью дают гарантию на все пошитые изделия. Пошить одежду в ателье – это сплошная экономия. Время не придется тратить на бесконечную беготню по торговым центрам. Да и деньги сохранятся, ведь ткань для пошива в ателье мы покупаем сами. Точно знаем, что она качественная, и в итоге вещь прослужит не один сезон. В нашем ателье вы можете починить и пошить платья, брюки, плащи, рубашки, пальто. Из любых видов материала – от кожи до шелка. У нас качественное оборудование, отличные мастера. К каждому клиенту индивидуальный подход. Костюмчик – это ателье для вашей семьи. Все потому, что в ателье «Костюмчик» работают только опытные швей, которые сделают так, чтобы ваш костюмчик сидел. Эти волшебницы справятся с любой задачей – повторять стильные образы из модного журнала, перешьют старое платье или срочно отремонтируют вашу одежду. Тем более наступила весна, пора обновить гардероб. Например, новенькие пальто или куртки будут как никогда актуальны. Заинтересовались? Ателье «Костюмчик» находится по адресу Свердлова, 84. Здесь уже ждут ваших заказов. Катерина Федорова, Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. И, как я и обещала в начале выпуска, еще об одном празднике. Сегодня отмечается День кошек. Так что все, у кого есть эти замечательные животные, угостите их чем-нибудь вкусным. А мы по-прежнему делаем новости вместе с вами, если вы хотите пожаловаться на проблему. Вы сняли на видео необычные события или происшествия. Вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Мы ждем ваших сообщений по телефону 43 17 17. Вы смотрели главные новости города, далее вас ждет прогноз погоды. Я прощаюсь, с вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго и спасибо, что нас смотрите. Спонсор прогноза погоды – компания «Формула тепла». Оборудование для создания хорошей погоды в вашем доме. Отопление, водоснабжение, канализация – все по лучшим ценам. Швейников 1. Спонсор прогноза погоды – ювелирный магазин «Сапфир». Поздравляет с 8 марта и дарит праздничные скидки на подарки для любимых. Спонсор прогноза погоды – отдел рукоделия и текстиль. Продажа домашнего текстиля и товаров для творчества. Торговый центр «ЦУМ» – первый этаж. Спонсор прогноза погоды – салон «Термолюкс». Город Березникия, улица Швейников 1, Соликамск, улица Всеобуча 164. 2 марта в Пермском крае снова ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. В Перми пасмурно, температура воздуха – минус 5 градусов. В Александровске тоже пасмурно и чуть холоднее – минус 6. В Губахе небольшой снег – минус 5 мороза. В Кизеле также столбик термометра опустится до минус 6. В Соликамске – около минус 6 градусов. В Березниках в среду, как и во всем крае, ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха ночью – минус 7 градусов. В дневные часы термометр покажет минус 6. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – 2-3 метра в секунду. В среду солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Грандиозное снижение цен в формуле тепла. Инфракрасные обогреватели от 2200 рублей. Конвекторы от 1100 рублей. Тепловые пушки от 1800 рублей. Тепловые завесы от 1800 рублей. Звоните 20 10 50 в город Березники. Швейников 1. Самые желанные подарки для любимых женщин в ювелирном магазине «Сапфир». Праздничные скидки уже здесь. Исполняет мечты «Сапфир». Отдел рукоделия и текстиль в ЦУМе – это уютные подарки любимым. Домашний текстиль, пряжа, товары для творчества. Все для дома и счастья. Отдел рукоделия и текстиль. ЦУМ, первый этаж. Сапфир. Жаркие скидки в Термолюксе. Готовь сани летом, а печку для бани – зимой. Глобальное снижение цен на весь ассортимент печей и каминов. Печь всего за 5500 рублей. До весны хранение бесплатно. Термолюкс. Березники. Швейников 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова